Всем добрый день, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Александра, это канал о вязании. И сегодня я бы хотела снять первое видео для второго этапа проекта Вязание за стеклом, организаторами которого выступают девочки, видно, вот красота, Юлия Ефимова, а спонсором проекта выступает магазин Бобин. Итак, начался второй этап, первый этап закончился, мы посмотрели множество шикарных носков, очень интересных вариантов, были победители, победители очень достойные, на мой взгляд. Все работы были очень достойные, все были очень классные, конечно, такой и полет фантазии, и цветовых решений, вариантов, и для кого и так далее, но это здорово. Вот, и сейчас начался второй этап. Задание второго этапа я проспала, то есть я честно ждала, что нам было 10 часов по Москве, вот, и счастливая, довольно-таки легли мы в 9 часов спать. Просыпаюсь с утра, глаза еще не до конца открылись, листаю ленту Инстаграма, и у Оксаны, вам инженер, там пост о том, что, ну как вам, что мы будем вязать на, сейчас я скажу, кондитерскую кухонную тему. И я так приуныла, я думаю, что, какая кухонная тема, я не хочу вязать полотенца, прихватки и прочее, у меня их просто тьма тьмущая, у мамы тоже уже тут все навязано, ну просто это уже вот, прям вот слишком, тем более покупать пряжу для этого проекта, я все, я думаю, боже мой, какая печаль, беда. Ладно, зайду, посмотрю видео, может, там все не так печально. Зашла, посмотрела видео у Юли, нет, оказалось, что вообще не кухонная там тема абсолютно, а просто что-то вкусняшки, так скажем. Надо связать что-то такое вкусненькое и приятненькое, и прям жить заиграловыми красками. Я поняла, что можно это все присоединить к проекту, который у меня тоже в листе желаний есть, но, так скажем, у него не было такой четкой идеи, да, прям оформленной для того, чтобы начать вязать и так далее. Ну, я плюс, я думала, что еще времени навалом и так далее, ну это всегда так, да. Времени еще много, еще можно потом попозже все это сделать, вот. Но тут такой повод, я думаю, что как раз вот у меня все, звезды сошлись, и я буду вязать для ребенка, я буду вязать для маленького, вот, совсем. Поэтому, как бы, полностью свою идею не буду озвучивать, будет такой некий сюрприз. Я еще не знаю, как это все подать, потому что не знаю. Вот, ну посмотрим, в общем. Вот, что еще хочу по проекту дополнить. В общем, девочки, которые недовольны и остались в каком-то недоумении от задания, ну, в принципе, их тоже можно понять, конечно, но тем не менее, мне кажется, что здесь просто, ну, невероятный разлу для фантазии, то есть здесь же не обязательно связать клубничку, да, можно сказать, похотливую морковку, чем не идея. Вот, можно что-то кофейное связать. Вообще, не знаю, мне кажется, просто вот любишь ты пирожки, свяжи пирожок, вот. Вот, или там, не знаю, вот зефир, мне кажется, вот зефир вообще как угодно можно обыграть. То есть это можно какую-то и блузу связать, такую всю пастельную и так далее, да. Ну, это я, опять же, в своих пастельных тонах, которые я выбрала. Вот, в общем, можно очень много связать. Конечно, в детской тематике здесь можно больше разгуляться, особенно в девочковой, да. А в мальчиковой-то, как бы, сложнее гораздо это сделать, но тоже можно, потому что мальчики же тоже любят покушать. Что что-то скрывать-то, вот. Ирина в видео на пусты все очень верно рассказала. Если не смотрели, то посмотрите обязательно ее видео. Мне кажется, что все встанет на свои места. Присмотрите еще раз видео Юли за Данью, и все будет пючком. В общем, не расстраивайтесь, не паникуйте и так далее. По поводу денег на пряжу, это, конечно, да, это тоже такая печальная тема, потому что, я говорю, я приехала сюда вообще без пряжи. То есть мы сейчас в гостях, я до сих пор без пряжи, я хожу в магазин покупаю. То есть понятно, что заказывать, я закажу, мне через полторы недели придет, и я такая, о, у меня есть моточки, смотрите. Я что-то из них связала, но не успела, к сожалению. Вот, поэтому я хожу в местный магазин. Тут понятно, что все равно пряжа в бротничном магазине, тем более, где, в принципе, конкуренции нет, она дороже, да. То есть у меня первый поход тысяча, сейчас, там, еще до этого поход был 500 рублей, сейчас еще поход 500 рублей. Ну, как бы, ну, что делать, да. Ну, опять же, это стимул к тому, чтобы не вязать вещи в шкаф, не нужные, да, вязать какие-то проекты, которые вы давно хотели связать, какие-то интересные, оригинальные и так далее. Ну, вот, для меня, как для дела, главная практичность. То есть у меня, я и в носках опиралась, главное на это, чтобы эти носки у меня были и для особого случая, но при этом я могла их носить, и не просто они так вот красиво бы сфотографировались, и потом положились бы в шкаф, и там красиво лежали. Да, вот, поэтому, в принципе, ориентируйтесь на практичность, вот, и все, и тогда все будет хорошо. Итак, приступим к пряжу, я, собственно, купила сегодня, сходила, зависли мы там с романом в магазине надолго-долго, выбрала я пряжу. То есть главный у меня критерий был, конечно же, это натурализм, потому что это все-таки будет проект для ребенка, вот, тем более для маленького, то есть не хотелось ничего такого синтетического и так далее. Ну, и приятные цвета. Вот у меня, получается, 4 цвета, ну, и пятый, это так, для отделки. Вот такие вот цвета, тоже такие зефирные, да? Вот, ну, мне нравятся, очень приятные. Посмотрим, главное, что мне, на самом деле, хватило для проекта, потому что здесь 50 грамм и сколько-сколько? 200 метров. Вот, в таком моточке. И, собственно, еще на отделку совсем чуть-чуть, мне нужен был минимум точек, ну, что поделать, купила ирис, да? Всем известный, всем знакомый, тоже классная пряжа, ну, для крючка. Что я для себя решила? Часть проекта я буду вязать крючком. Крючок для части проекта, он будет предпочтительнее просто для моей. Но для другой части проекта крючок будет грубоват, все равно для детской кожи и так далее. То есть, часть будет проекта спицами, часть будет проекта крючком. Единственное, хлопок достаточно тоненький, посмотрим, не придется ли колупаться опять на двоечки. На двоечки я люблю двойку, я вообще обожаю двойку, пламенно-горячо, но хватит ли мне тогда времени? Мы будем надеяться верить в лучшее, что мне все хватит и так далее. Поэтому всем удачи, девочки, не переживайте ни о чем, все будет хорошо. Подождите свою музу, посмотрите вдохновляющие сайты, почитайте в группе ВКонтакте, что уж девочки какие идеи предложили. Там очень много интересных вариантов. И вот купальники, да, сейчас леточку, почему бы и нет? Не обязательно же именно для купания, для купания, купальник. Вот, а купальник, который просто на выход так красиво полежать там, красиво продефилировать на пляже и так далее. Поэтому, посмотрите, вариантов очень много, на самом деле, интересных. Все равно можно подобрать что-то для себя, именно то, что тебе и нужно, и приятно, и будет радовать самое главное. Вот, поэтому спасибо большое всем за внимание. Ждем все две недели. Не ждем, точнее, упорно вяжем две недели, чтобы потом любоваться и наслаждаться красотой, какая у нас получится. Вот, всем спасибо большое за внимание, за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Та-дам! Погнали за пряжей с Романом. 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 Подходим к парку, это уже почти центр города. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Потому что взрослым так любоваться красотой можно на набережной. Это действующая церковь прямо, которая... А вот сейчас, которую видите, это уже в третьем. Здесь она уже стеремия в разряд. Вот такие синглы. Синьерка. Дины. Расключались. Все, мини-экскурсия закончена. Правда, мой левец пряжи нельзя взять. Там, вдалеке, видно лавку Деда Мороза. Сейчас мы туда дойдем, потому что как-то нехорошо все показало и не показало. Выходим с набережной и идем в лавку. А тут колокольня. Вот эта вот крайняя, слева, да? Она действующая, туда можно подняться. Постреть на весь город с высоты птичьего полета. Ну, с ребенком я не буду рисковать туда подниматься. Ну, в принципе, это можно сделать. Может, когда-то сделаю. Еще раз. Ну, там, похоже, будет. Пляшу, пляшу. Пляшу, пляшу. Пляшу, пляшу, пляшу. Вкусная булка? М? Роман? Да. Да? Я рада за тебя. Вот, собственно, резиденция Деда Мороза. Патронный зал, мастерская. Еще тут сувенирная лавка. Это городская резиденция. А здесь, типа, сувениры продаются. Сейчас мы туда подойдем. Я с ценой еще покажу, как она нормальная. Вот. Дородская резиденция. Вот, собственно, это резиденция. А вот, собственно, почта Деда Мороза. Вот и все. Все и все. Еще в резиденции есть музей новогодних открытийских. Поздравить им. Патронный зал. Вот этот вот вход в резиденции. Там вот первый этаж-то лавка. Всякие сувенирчики продаются. Вот открытки. Видите, особняк. Федеральное значение. Это уже лавка. Вот всякие штуки продаются. Деда Мороза. Шапочки. Стильные. Стильные шапки. Может, послезать, подтолкать. Тоже продавать. Меня сюда не пустят. Класс. Еще. Мороза. И Деда Мороза. Вот, собственно, все. Мы пришли домой. Тааааааааааааа